Всем привет! Меня зовут Влад. Приветствую вас на блоге студии компьютерной графики Pulsar. Сейчас предстоит очередной видеоурок, посвященный Thinking Particles. И мы будем делать что-то подобное на цепь. Ну, предлагаю проступить. Что нам нужно для урока? Нам нужна, собственно говоря, сама цепь. Ее можно сделать с помощью торуса. То есть делаем вот такой вот один сегмент. Заходим в Modify. Кольство сегмента делаем, допустим, 22. Переведем в поле. Правая кнопочка, Convert, Toaditable Poly. И нижние вершиночки оттащим чуть-чуть вниз, чтобы у нас получилось продолговатое звено. Дальше что мы делаем? Мы повернем всю эту штукенцию на 90 градусов вот так вот. И обзовем ее вертикальное звено. Перейдем только пивот на центр. К центру объекта, точнее говоря. И теперь вот так вот его один разочек скопируем. Пока что один раз. И повернем горизонтально. Вот. Окей. И назовем это уже не вертикально, а горизонтально. Вот так вот. Теперь оба звена выбираем. Кстати говоря, горизонтально можно даже покрасить другой цвет. Пиль будет шелтенький. Вот. И просто-напросто вот так вот копируем, допустим. Ну, пять раз может. Вот такое дребедение у нас получится. Вот. Чтобы наша цепь была, собственно говоря, цепью, можно крайние звенья. Хотя вот давайте вот такое-то, но вертикально еще скопируем. Вот так вот. И назовем уже, не вертикально, а как-нибудь типа, там, замерзшее звено. Вот так вот, пусть будет. И вот это вот крайние, второе тоже. Замерзшее звено 2. Оба их выберем, покрасим, допустим, в синенький цвет. Чтобы было проще в нашей сцене. Понимаю, что происходит. В общем, так говоря, что мы будем делать? Мы крайние вот эти вот синенькие звенья сделаем неактивными. То есть они у нас не будут принимать участие в симуляции. Они просто у нас будут, скажем так, местами крепления остальных звеней. Вот. А вот остальные уже будут у нас работать как нужно. Вот. Что? Давайте-ка еще вот так вот сделаем. Мы крайние звенья повернем, наверное, на 90 градусов. И поставим их вот так вот. Вот так. Вот. Так. Все. Отлично. Поехали. Создаем иконочку Syncing Particles. То есть, опять же, выходим Create, Geometry, Particle Systems, Syncing. Создаем иконочку. Все. Иконочка у нас есть. Заходим в свойства. То есть через вкладочку Modify заходим в Properties. Появляется вот такое вот окошечко. Первым делом выключаем галочку Edit on Supply. Выключаем галочку Show Mesh. Все. Отлично. Дальше. Переходим к созданию групп для наших частичек. Нас, во-первых, интересуют две большие группы. Первая группа Active. Да, и вторая группа неактив. Соответственно, в активе у нас будут все движущиеся частички. А в неактиве вот наши вот эти вот синенькие, которые типа замороженные. А в активе, тыкнем вот сюда. Вот нажмем два раза еще сюда. И у нас здесь будут, соответственно, вертикальные и горизонтальные звенья. Вот. Все. Классно. Заходим в MasterDynamic. Создаем, во-первых, MasterDynamic, который позволяет нам создать всякие разные частички. Значит, создание называем. Вот. Создаем... Сколько нам нужно? Нам нужно три оператора Object to Particle. Напоминаю, что можно использовать правую кнопочку мышки. Вот здесь вот операторы, генераторы, Object to Particle. Сразу же предлагаю их раскопировать с помощью Shift. То есть так просто взять и перетащить. И, кстати говоря, можно их сразу же еще и переименовать. Допустим, Object to Particle. Вертикальные. Хотя, давайте, наверное, удалить, чтобы заново не копипастить название. Вот так вот скопируем. Вторые у нас будут горизонтальные. И замороженные. Заморозка. Пусть будет так. Все. Классно. Поехали. Вертикальные. Жмем пик. И, как я у вас учил на прошлом уроке, можно зайти сюда от выбора по списку. И найти все вертикальные звенья. Соответственно, пишем V. У нас сразу же выделяют все, которые вертикальные. Все. Выбрали. С Shift выделяем их все. Заводим в группу вертикальные. Object to Particle. Instant Shape. Height. Все. Теперь у нас, как видим, все вертикальные звенья стали частичками. То есть, не в центре геометрии. Каждый появился такая беленькая точка. Дальше. Горизонтальные. Делаем то же самое, только уже с горизонтальными. То есть, выбор по списку. Можно даже с Shift выбрать. Вот так вот. Выбрали. Горизонтальная группа. Object to Particle. Instant Shape. Height. Классно. Дальше делаем заморозка. Снова пик. Снова выбираем по списку. Выбираем два этих оставшихся звена. И переводим их в нужную группу. Неактив. Object to Particle. Instant Shape. Height. Все. Класс. Частички у нас с вами есть. Да, но в них никакая динамика не задана. Собственно говоря, как можно сделать гравитацию для наших частичек? Мы создадим новый динамик Set. Назовем его гравитация. Давайте назовем его гравитация и столкновение. Вот. И создадим оператор из группы Shape Collision. ST. То есть, обычный Shape Collision. Самые важные настройки у нас находятся здесь вот вверху, у этого оператора. Первое. Particle Group. Соответственно, группа, которая будет сталкиваться с дефлекторами. Дефлекторы это как раз неактивная наша группа. То есть, группа Active будет сталкиваться с неактивными. Неактивные двигаться не будут здесь. То есть, дефлекторы у нас не двигаются. Ну, в принципе говоря, и все. Я думаю, здесь можно больше ничего не трогать. Вот. Однако, нам нужна еще и гравитация. Выбираем группу Active. Соответственно, те группы, которые находятся под главной группой Active, да, они у нас тоже будут, точнее говоря, на них тоже будут воздействовать различные операторы, скажем, динамические. Вот. Ну, все. Выбрали нашу группу Active. Точнее говоря, главную группу, под которой еще другие находятся. Заходим здесь. Операторы. Стандартные. Нет, динамик. Force. Соответственно говоря, силу. Ну, вот здесь мы можем имитировать нашу гравитацию. Соединим патиклы с патиклами. Вот. И давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Я думаю, мы здесь практически ничего не увидим. Потому что почему? Потому что у нас вот здесь вот Force, сила, да, слишком слабая. Давайте-ка сделаем не 1, а, допустим, 200. Вот. И посмотрим, что у нас происходит. Вот у нас частички полетели вверх. Все классно. Замечательно. Однако. Давайте-ка мы еще сделаем здесь вот минус 200. То есть нам нужна гравитация-то вниз, а не вверх, правильно? Вот у нас эта штукенция поехала вниз. Вот. Но сразу говоря, точнее говоря, сразу, что мы с вами можем видеть? Мы можем видеть, что вот здесь, вот там, где у нас крепление, скажем, динамических объектов к дефлекторам, они у нас проскальзывают и улетучиваются куда-то там далеко-далеко-далеко. Вот. Как этого можно избежать? Этого можно избежать специальной, точнее, не специальной, а специальной, оператором специальным, который называется Joint. Соответственно говоря, какие-то маленькие штучки создастся, создадутся, которые как раз и соединят наши частички и не дадут им разрываться. Вот. Ну, более подробно я сейчас вам расскажу, потому что на словах это очень плохо понятно. Вот. Давайте-ка создадим новый динамик-сет. Этот динамик-сет будет называться создание связей. Связей. Вот так вот. А здесь что мы делаем? Давайте-ка для начала свяжем как раз крайние наши вот эти вот объекты, да, то есть замороженные с горизонтальными. Вот. И делать мы это будем с вами через оператор ParticleSearch. Где он находится? Давайте осмотрим. Заходим в операторы, инициаторы, ParticleSearch. Вот он. Валяется такой большой красненький оператор. Клевенький. Вот. Но чтобы он у нас работал, нам нужно создать группу. Точнее, выбрать группу, которая будет искать другую группу. Вот. Значит, нас интересуют, к примеру, неактивные. Соединим Particle с ParticleSearch. А у ParticleSearch поставим горизонтальный, получается, да. Соответственно, логика частичек такова, что, судим за мышкой, неактивные частички ищут горизонтальные частички в каком-то определенном радиусе. Вот. Все очень просто. Однако, давайте-ка создадим еще один оператор, который нам нужен. Он находится в палочке оператора. Shape, Collision, Shape, Collision, Joint. Собственно говоря, это как раз та самая штука, в которой должна связать наша частичка. Вот. И у нее есть два главных кода, ParticleFrom и ParticleTo. Вот. Соответственно, соединим ParticleFrom сюда, а ParticleTo с Found, ParticleEdith. Здесь строчка есть. То есть, мы ее соединяем. Получается, что-то получается. Пока смотреть не будем. Значит, соединим Collision с ShapeCollision. Вот. Дальше ParticleSearch. Давайте-ка радиус сделаем побольше. Я вот так смотрю на свою координатную сетку. Думаю, нужно где-то радиус порядка 130. Вот. Соответственно говоря, что мы еще должны сделать? Мы должны у Particle Joint, точнее, ShapeCollision Joint, открыть вход в World Position и соединить World Position с FoundEveragePosition. Как раз то, о чем я вам рассказывал. И следующее, что мы будем делать? Мы возьмем вот этот вот требедень, нажмем правой кнопочкой, Copy, спустимся чуть-чуть вниз, переместимся. Может, даже теперь я вас покажу здесь все такое место. Вот. И вставим то же самое. Незачем все это создавать заново, все эти связи. Можно просто взять и скриппастик. Вот. Соответственно, что мы сделаем еще? Здесь поменяем группу. Сейчас мы будем связывать горизонтальные с вертикальными. Соответственно, горизонтальные. Соответственно, ParticleSearch вертикальные. Все. Класс. Должно работать. Вот. Предлагаю посмотреть на то, что у нас получается. У нас частички связались почти что. По-моему, вот здесь вот не связалось. Может, еще бы больше дали. Давайте по порядку, не знаю, 150 кругов. Или даже еще больше. А, нет, связались. Значит, то, что было 120, но как раз то, что нам нужно. Ну, собственно говоря, то и все. Вот думаю, что на этом урок можно закончить. Цепочка у нас с вами не рвется. Все классно, все здорово. Ну, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что меня зовут Влад. Урок был создан специально для блога студии компьютерной графики Pulsar. Соответственно, на блоге вы можете найти более подробное описание нашего урока сегодняшнего. Ну, в принципе-то и все. Всем пока. Всем пока.